В Брюсселе стартовало автошоу, которое по праву можно назвать «зелёным». В этом году основное внимание здесь сфокусировано на экологичных автомобилях. Электрические транспортные средства, гибриды или авто с водородными топливными элементами представлены почти на каждом стенде. Пока нет единого мнения о том, станут ли экотехнологии приоритетом для автопроизводителей в 21 веке. Однако не секрет, что вопросы охраны окружающей среды становятся всё более актуальными. Ниссан, Фольксваген и Тесла уже сейчас делают ставку на электромобили. Представитель Ниссан Мотор говорит, что электрические двигатели предоставляют большие перспективы для частного и общественного транспорта, а также для спорткаров. «Мы решили на 100% электрический, поскольку думаем, что общественность выступает за это. Мы никогда не говорили, что это для всех. Мы никогда так не говорили, но большая часть рынка может перейти на 100% электрическую энергию. Ичитывая короткие расстояния, которые люди преодолевают каждый день. Так почему же мы переходим на электричество? Просто чтобы показать, что в конце концов электрический автомобиль имеет большой потенциал даже для гонок». В июне Ниссан впервые примет участие в легендарной гонке «24 часа Лимана», которую также называют «Гран-при выносливости и экономичности». На соревнованиях выступит гибридный автомобиль «Зеут Ир-Си», способный развивать скорость до 300 км в час. Производитель рассчитывает, что спорткар сможет пройти один из шести кругов только на электродвигателе. Экологичные автомобили, несмотря на свою высокую стоимость, уже сейчас начинают привлекать внимание покупателей. «Несмотря на цену, мы решили вложить в него деньги, чтобы потом экономить на меньшем потреблении энергии». Евросоюз планирует к 2021 году ужесточить требования к количеству выбросов углекислого газа для автомобилей. Так что мировой автопром ожидает, что в ближайшие годы спрос на экологичные средства передвижения резко возрастёт.